Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Время Отечественной войны народа Абхазии являлся заместителем председателя Комитета общества Красного Креста Республики Абхазия по внешним связям и праву. Автор публикации по проблемам истории Абхазии, политической системы, теории государственных границ, конституционной истории Абхазии, Турции. В 2004 году выдвигался кандидатом в президенты Республики Абхазия. Якуб Лакоба – автор 19 научных работ. Время Отечественной войны Продолжение следует... Победа над смертью... Но ведь за ней стоял сам Нестор Лакоба. От их семей не остался никто. Ведь это и они сказали... «И смертью смерть поправ!» Другие убеждены, что не пришлось здесь без вмешательства свыше. Неимоверные, нечеловеческие муки и пытки можно было вынести, преодолеть и не сдаться только с помощью небесных божественных сил. Разве она не сосуд несказанной до разрыва сердца любви? И сегодня немало людей, в том числе ученых-богословов, кстати, разных конфессий, которые считают царю Лакоба ярчайшим представителем второй Соловецкой Голгофы. Ярчайшим голосом Соловецкой симфонии десятков и десятков миллионов предсмертных вздохов. А если еще точнее и проще, царисой Соловецкой Голгофы. И вы сами понимаете, здесь натяжки нет никакой. И среди них был генеральный прокурор СССР, который все время сказал, этой женщине память их нужно воздвигнуть. Данный факт зафиксирован видным абхазским историком Станислава Макула. Тоже спустя ровно полвека после Руденко. Десять лет назад вдохновенно говорил так же публично, но более развернуто знаменитый Фазилий Скандер. Юрий Тарасович Кучния, Константин Константинович Азган и многие-многие другие. А ведь царя действительно самая настоящая царица ГУЛАГа. В детстве и юности она купалась в достатке семьи своего состояния новаться. Но этого ей было мало. И вот она стала беспримерно верной спутницей жизни на редкой опасность судьбы борца за нелегкое дело возрождение своего неблагочисленного и многострадального абхазского народа. Без старого губа. Которого она была настоящая, достойная чета и ровня. А не тот, как вот знаете, она красавица, радушная хозяйка. И, конечно, это недостаточно для оценки этой величайшей по высказыванию Фазираев других женщин. Арестуй палачи Нестора. Их адская машина смерть не могла дать осечку. Сбой. Сподкрутся и даже захлебнуться. Поэтому арестовать его, арестовать его для их преступной, беспредельно подлой и циничной, сатанинской власти было слишком рискованно. Не дано. Потому и было решено его отравить. С убитым легче было вести борьбу. Но и здесь, на пути полного успеха дьявольщины, по выражению классика мировой литературы Фазира Искандера, оказалась эта великая женщина, великая царя. Я цитирую. Ее, как и Нестора, враги, кровососы и предатели нашего народа и мертвую боятся. Боятся дать лишний повод для сравнения. Который будет явно и однозначно не в их пользу. Кстати, в США, в Лос-Анджелесе, в штат Калифорнии, живет наша соотечественная Эслинда Игоревна Гулья, издавшая там книгу на английском. И давно мечтающая создать фильм о Сареи. Вот для обозрения. Вряд ли кто-то станет против этого возражать. Может быть, только за. А учитывая талант, способность и напорность Эслинды Игоревны, она наверняка и этого добьется. Но почему такой фильм не может и не должен быть снят на Абхазском и Русском, в Абхазии, в Москве? Сколько материалов? Без примера на мужа Сареи. Ее невиданная героизма. Высочайший дух. Весь ее жизненный путь. Есть пример верности. Пример тому, как можно и надо любить. И как нужно уметь умирать за любовь, правду и справедливость. Надежду и непоколебимую веру в них. Так же, как нет могилы Нестора. Нет и могил его отца Титю Аполлона. Деда Нестора Ханаш. Хотя место их захоронения неизвестно. Правда, мало кому. Матери Шоксны. Его братья в единственном сыне Рауфа. Так же нет могил самой Сареи ее братьев. Сарея это Павло Пхамадина 20 века. И даже больше. Сарея это еще один ярчайший символ. Несгибаемость духа нашего народа. И стремление его к свободе и независимости. И хотя бы уже потому. И фильм о ней. И талантливый памятник ей рукотворный. По выражению Сосана Царь и Горь. Величайшая женщина моей страны. Очень необходим всем нам. Как говорил Фазиль. И его нам не достает. А потому, не дожидаясь, когда власть станет наконец реагировать на это. Уверен общественность самостоятельно непременно решит и этот вопрос. Думаю, излишне говорит о том, что столь богоугодное дело, как сегодня наша встреча, мероприятие, проводится впервые. Имеется проект резолюции по результатам нашей сегодняшней встречи. Предложить Кабинету министров РАЭ. Первое. Практически решить давно назревший вопрос сооружения Великой Сарии памятника. Уже и название Квитзиния и Константин Константин Азгам предлагали. Давно, кстати. Памятника Сария возвращается домой. В центре города. Фазиль об этом даже просил. В сквере, напротив, до скандально вызывающего неприличия затянувшуюся реконструкцию квартиры музея нестаровано. Второй пункт. Объявить конкурс на создание полнометражного, художественно-документального фильма о царе и ее семье. И обеспечить необходимость для этого финансирования. Третий пункт. Организовать в связи с этими круглыми датами издание серии крупномасштабных марок чуть побольше, что там несколько слов можно было поместить, только не одно слово Лакоба, джихогла, царя. Марок с ее портретным изображением. Четвертое. Повторить издание более крупным гиражом на высоком полиграфическом уровне, давно и сразу ставшей букинистической редкостью, изданной 9 лет тому назад в Москве, на спонсорские пожертвования, книги о деле об Асоглы не могу забыть. И пятый пункт. Назвать одну из улиц столицы именем цари Лакоба. Продолжение следует...